так друзья давайте послушаем наш исходник трэповый луп и загрузим сус второй версии для тех кто не присутствовал на стриме два года назад если какая-то режущая неприятно назойливая частота в сигнале есть мы с помощью этого плагина это можем убрать причем это не просто dsr примитивный какой-нибудь компрессор который срабатывает на какой-то частоте это спектральный прибор который очень хитро по-умному определяет все и тут конкретно допилили все относительно первой версии и скоро мы это увидим все и услышим но для начала давайте посмотрим на меню просетов меню просетов здесь вроде бы все осталось по-прежнему с левой стороны папки с правой стороны у нас пресеты вот эти кнопки изменили местоположение и очень удобная функция поиска теперь есть это реально очень облегчает работу потому что очень много просетов от именитых звук режиссеров далее обратите внимание функциональность андур и ду появилась то есть можно свои действия отменять либо повторять изменения все остальные органы управления перекочевали из старой версии первой далее опять же нововведение которое очень сильно повлияло на работу плагина это два режима работы режим soft мягкий и грубый режим hard давайте послушаем напомню что если нам какая-то частота не нравится в сигнале мы можем вот так вот вот так вот с помощью типа эквалайзера ее указать плагину и он сделает так что это часто нам больше мешать не будет вот посмотрите даже видно визуально собственно и слышно отличие работы алгоритма soft от hard то есть софт естественно более бережно относится к звуку с помощью регулятора depth мы влияем на наш звук включаем обработку также опять же с предыдущей версии перекочевала два органа управления sharpness давайте посмотрим как она работает это что-то вроде ширины полосы для всех полос этого плагина и минимальном нулевом значении все полосы у нас превращаются в одну но в максимальном как видите делится на огромное количество полос детектор делит весь звук и мы можем устранять прям точечно очень аккуратно какие-то огрехи в сигнале двойной клик на любом из органов управления возвращает его в дефолтное состояние и регулятор selectivity давайте посмотрим что он делает то есть таким образом можем выборочно влиять вот в контексте данного диапазона на разные сигналы как-то вот по-другому начинает детектор отрабатывать также появился режим кроме left right левый правый канал и кстати если линк мы ставим допустим в ноль то у нас абсолютно независимо левые и правые каналы обрабатываются но мой любимый режим конечно же mid side и с помощью одного всего лишь регулятора balance такого глобального мы можем влиять только на side составляющую ли стерео что-то между side и mid и на mid составляющую в общем просто бомба далее у нас регулятор атаки и релиза то что на самом деле в предыдущей версии происходило на абсолютном автомате здесь происходит с вмешательством звукорежиссера и фишка в том что вот я сейчас нажму на кнопку дельта и сейчас мы услышим что вычитается из нашего сигнала какая составляющая ну вот четко слышно что пики хетов будут страдать да они сильно поглощаются давайте послушаем что мы можем сделать опять же нажму дельта и с помощью регулятора атаки давайте послушаем что мы можем сделать то есть даже обратите внимание при таких супер радикальных настройках сейчас у нас обратите внимание hard режим жесткий и на полную катушку работает у нас плагин даже в таком радикальном режиме у нас пики уже не страдают что уж говорить о том что если режим софт и по умолчанию где-то вот так он будет работать далее у нас очень крутая настройка которая опять же раньше не было вот что мне нравится все допилили разработчики это настройка реалтаймовые работы собственно работы в проекте и оффлайн работы или рендеринга и здесь что на самом деле просто оврсампл это повышение частоты потом сигнал обрабатывается и частота снова понижается до частоты проекта повышать можно в 2-4 раза на самом деле вот ну можно до двух оффлайн на самом деле можно до четырёх то есть рендеринг на повышенной чистоте чтобы все обработки происходили чтоб качество обработки было выше разрешение вот тут все немножко посложнее. Фишка в том, что в зависимости от разрешения у нас по-разному срабатывает детектор плагина и по-разному происходит обработка. Поэтому я рекомендую в реал-тайме выбирать собственно алгоритм с которым мы будем обрабатывать наш сигнал, а в оффлайне просто использовать режим same as real-time. То есть такой же как в реальном времени. Потому что если мы используем ультра, мы поведемся на такие слова экономичный режим ультра. То есть это не то же самое, что экономичный и ультра. То есть это не относится к качеству. Это реально разные алгоритмы работы детектора плагина. Поэтому рекомендую здесь вот пользоваться ушами, а в режиме оффлайн same as real-time. И также есть функция копирования вот этих настроек на все инстанции плагина, которые находятся в данном проекте. Также можно теперь внешний сайтчейн использовать и с помощью него превратить этот прибор, ну наверное в нечто вроде вот этого плагина wavesfactory trackspacer. То есть допустим если у вас звучит вокал, то весь минус будет как бы частотно просаживаться под вокал и ваш вокал всегда будет хорошо слышен. Ничто его и никогда не перебьет. Теперь эта функциональность доступна и в SUS. Из первой версии перекочевал сюда регулятор mix. То есть регулятор, который соотносит наше звучание. Обработанное и необработанное. Trim. Сигнал, который у нас будет убираться, вычитываться из исходного. И bypass. Отмена нашей обработки. Также нельзя не упомянуть просто офигенное нововведение. И это, обратите внимание, для каждого диапазона. Сейчас я отключу лишние узлы, чтобы все было наглядно и красиво. Вот допустим у нас есть узел. Теперь у нас вот есть вот такое вот меню, которое мы можем включить или отключить. Но я рекомендую включать, потому что оно супер удобно. Диапазон здесь включается и отключается. Можно прослушать. То есть мы прослушиваем, на какую частоту воздействуем. Далее частота. Чувствительность. Ширина полосы. И обратите внимание, очень крутая фишка. Если здесь у нас был баланс глобальный для всего плагина, здесь у нас баланс для каждого диапазона регулируется отдельно. То есть мы можем для данного диапазона, допустим, обработать только сайт составляющую или только мид составляющую. Ну или что-то среднее. Опять же слухом пользуемся. Также здесь, кроме обычного колокола, обычного пик фильтра, есть такой интересный фильтр по форме с более крутыми спадами. Есть low shelf, high shelf, band reject режим и режим tilt. В общем все очень гибко, все очень быстро работает с поддержкой openGL. Так что с быстродействием проблем нет вообще никаких. В сухом остатке, друзья, имеем, ну вот давайте посмотрим SUS первой версии, который, кстати говоря, не устаю об этом напоминать, звучит по-другому. И поэтому я держу оба плагина в системе. Один другой не заменяет. Во-первых, у них даже имена разные, исполняемых файлов, DLL файлов. Здесь простенький браузер просетов без поиска. Нет undo redo функциональности. Невозможно воздействовать отдельно на мид, на сайт составляющие. В общем, допилили очень изрядно плагин. И те деньги, которые хотят за апгрейд, по моему мнению, это прям очень-очень заслуженная плата за ту работу, которую провели разработчики. Ну и стоит, конечно же, упомянуть, что задержка в два раза уменьшилась. И по заверениям разработчиков, нагрузка на процессор тоже уменьшилась. Так что респект, OX Sound, это реально крутое обновление старой доброй истории. Рекомендую. А сейчас, друзья, давайте попробуем этого монстра в деле. Давайте послушаем проект и на нескольких инструментах будем использовать великого и ужасного SUS. Тут вроде все нормально, но возникает вот такой резкий и мерзкий инструмент, который в принципе необходим, но не настолько он должен быть язвительным. Давайте послушаем. Такая мчится тройка. Итак, загружаем SUS, послушаем, что он может сделать. С помощью выпячивания этого графика удалим ненужные резонансы. Опять же, если не хватает нам режима soft, переключаемся в режим hard. Если не хотим, чтобы атака пострадала, давайте в дельта режиме прослушаем, что с сигналом происходит. Как видите, когда атака быстрая, у нас вот эти клики, которые нам, кстати говоря, здесь нужны, потому что это реально рабочая штука. Так, вот так на атаке воздействие практически не происходит. Наверное, где-то так. Разрешение. З sausage. Залась. Зата. Зата. давайте послушаем в миксе и есть еще один проблемный инструмент давайте посмотрим на него локальная такая нарезка звучит она очень резко вот когда форманта сдвигается особенно вот в этом месте хорошо слышно начинается такая резь в ушах давайте попробуем ее устранить это вот какая-то верхняя середина и 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 Ну как вы видите более сглаженно начал звучать микс без вот этих вот резких переходов и фишка еще в том что теперь сус мы можем использовать также и на мастере потому что в первой версии там с низкими частотами вот с работой на низких частотах были проблемы здесь таких проблем нет вообще можем вообще low cut отключить ну 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 а у и а и и и и и и и и возможно в данном контексте такая обработка на мастере и не нужна но просто чтобы продемонстрировать возможности плагина плюс опять же вот все инструменты резко звучащие они в центре поэтому вот этот регулятор balance я практически в mid положение перевел то есть у нас только все манипуляции со звуком все обработки происходят в центре панорамы что собственно и нужно было в данном случае сделать так что браво OXSound огромное спасибо друзья за то что вы поддерживаете мой канал поддерживайте меня на патреоне огромное спасибо и до новых миксов